канал о моделизме здравствуйте наши уважаемые подписчики и просто здраво с вами и в студии и алексей соловьев здравствуй лёша здравствуйте что-то сегодня не танки что ли ну почти танки ну как просили многие у нас что нет давно автомобилей в сорок третьем а вот мы выполняем вашу просьбу и сегодня у нас ну уже конечно это не новинка но тем не менее не такая давняя модель не такая старая это белаз 7522 от компании vd models ну и пользуясь случаем я хочу поблагодарить всех тех людей которые проголосовали за меня в пятом группе билде проходившим в группе вконтакте vd models и компанию vd которая наградила меня вот таким замечательным призом за то что я сделал две серьезных таких модели с применением смолы вот и меня решили поощрить вот такой моделью грамоты специальной то есть даже отдельная номинация была еще раз спасибо и вот в этом видео выражаю благодарность у нас алексей стесняется но я озвучу эту номинацию она мне очень нравится укоротитель смолы да укоротитель смолы значит что касаемо самой модели белаз 7522 значит это карьерный самосвал грузоподъемностью 30 тонн он пришел в середине 80-х годов на смену предшествующей модели это белаз 540 вот кстати эта коробочка от модели я специально показываю что вы видели как выглядит модель а 540 белаз тоже есть у этой фирмы вот он тут внизу представлен на бокс арте значит собственно говоря изменения коснулись только более мощным двигателем который был установлен на эту машину на вот и внешне они отличаются только капотом по сути дела вы можете видеть что у 540 там более частые ячейки на решетке на передней а у 7522 это уже такие крупные фрагменты на самом капоте эта модель очень интересна тем что здесь дается сразу у нас поворотный мост то есть колеса у нас поворачивается влево вправо капот откидывается под ним есть двигатель ярославский дизельный вот значит модель в принципе простая в сборке но требует конечно внимательности усидчивости новичкам я бы и не рекомендовал все-таки надо начинать с модели попроще ну а уже в процессе можно переходить и к таким моделям потруднее она не собрана не удивляйтесь кто-то сейчас скажешь эти на кривая все нет она не собрана я просто собрал отдельные элементы сейчас кучу чтобы было более-менее понятно и наглядно алексей принципе тебе можно уже делать такие арт фигуры я думаю что ты уже дорос до этого скажем опыта что твои модели так будет узнавать вот это какая-то фигура ну может быть может быть вот значит что касается выбора цвета для данной машины я опирался на фотографии из интернета в основном это искал в яндексе и поисковик выдает машины которые люди продают вот такие белазы настоящие можно сейчас купить без проблем цену я не знаю по москве по москве будет наверное несколько трудновато все-таки она выходит за габаритные допустимые пределы большая очень большая машина вот значит но у нас в стране номерные знаки на них не ставится государственной регистрации то есть когда они работают на карьерах на предприятиях не хватает металла вот а в некоторых бывших республиках нашей страны бывший советского союза на такие машины ставят номера государственной регистрации особенно если они переходят в частные владения обязательно эти номера устанавливаются вот тот вариант окраса который я здесь выполнил он не заводской заводской вариант предполагает как правило двухцветное исполнение это могут быть красные желтые оранжевые машины вот да а здесь я сделал вот такой вариант он существует то есть побитый жизнью самосвал который уже много лет работает на каком-нибудь карьере и естественно на нем есть характерные следы эксплуатации вот эти цифры которые вы можете видеть на кузове на капоте машины все это выполнено было по фотографии на такие белазы дают бортовые номера что было проще их учитывать поскольку номеров регистрационных нет то вот здесь 17 когда-то он был пятым до этого в какой-то другой организации здесь стал 17 что вот это означает я не знаю но был нарисован и я решил срисовать мне кажется это интересно вот этот крестик он этот центр тяжести то есть это он был так обозначен система выхлопа очень интересного этих машин потому что она идет через подъемную вот эту платформу грузовую то есть никакого обычного грузовика вот машины работают до сих пор их можно встретить в работе так что здесь конечно замены им пока нет хотя завод белаз предлагает и современные машины но тем не менее парк этих еще себя не исчерпал значит здесь на самой модели выполнена была окраска это фирма томия как всегда голубой цвет был намешан из белого с синим желтый цвет с добавлением белого для высветления и шестьдесят шестым я сделал окрас кузова с добавлением белого для высветления сделаны начальный этап сколов чиппинг краской 44 номером модель покрыта легким слоем глянцевого лака для того чтобы сейчас мы приступили к дальнейшим работам по этой машине я теперь извини давай коли мы вот так вот уже смотрим полусобранный вариант скажи пожалуйста насколько вот этот вот набор да скажем так потому что помнишь не хватало деталей не хватало что-то сейчас исправилась там мне пришло все в полном комплекте поэтому никаких нареканий у меня как и мазать сборка проходит легко надо быть только внимательным внимательно смотреть за инструкции инструкция сделано уже в изометрических проекциях то есть можно все хорошо наблюдать и внимательно все надо собирать вот значит здесь в принципе нюанс такой что когда вы собираете ее то есть желательно ее подготовить вот на такие фрагменты отдельные части которые потом будет отдельно установлена капота он откидывается остается подвижным его можно будет снять при покраске то есть это такой элемент который съемный зеркала я специально заклеил там нанесена пленка которая идет в наборе для отражения то есть она у меня закрыта сейчас скотчем что туда не попало ничего но и собственно рама она железная да я опять ничего не грунтовал то есть у меня краска легла нормально никаких проблем здесь нет двигатель пластиковый радиатор который устанавливается уже потом его сразу устанавливать не надо то есть это после установки вот это вот кстати часть как у кораблей называется убилазов палуба если кто не знает так что у этой машины есть палуба вот после установки палубы мы ставим радиатор и уже закрываем капот у нас уже этот элемент готов вот значит надо быть внимательным при сборке поворотных поворотного моста чтобы не ошибиться с расположением чтобы тяга все было у вас правильно установлена и еще такой момент рекомендую приобрести модельные такие плоскогубцы именно модельные не такие штатные как у нас бывает там дома в ремонтных ящичках а маленькие миниатюрные для чего это будет нужно здесь в элементах например сборки моста или сборки чтобы платформа могла опускаться подниматься значит китайцы на заводах они вставляют эти железные трубочки которые здесь идут в комплекте и развальцовывают их если вам нечем развальцевать то можно просто с двух сторон зажав плоскогубцами и значит будет обжатый деталь сохранит подвижность я это делаю так потому что чем развальцовывать у меня такого инструмента нету вот значит сам двигатель я мз-238 по моему нет по моему да но могу ошибаться если что кто-то поправит комментариях я надеюсь выполнен достаточно хорошо здесь конечно можно сделать имитацию проводки я делать этого не стал то есть полностью из коробочная версия как капот откидывается его будет видно достаточно хорошо поэтому здесь никаких трудностей с этим нету вот прозрачные детали в комплекте это стекла конечно же всевозможные фары одна фара у нас устанавливается вот сюда назад сзади хотя у модели есть фары и которые ставятся обычные там красные поворотники все это имеется вот ну и собственно говоря сейчас мы приступаем что скажет резина хорошая доставить ее будет очень трудно на эти диски поэтому значит как нужно как делал я я сначала установил резину с дисками вместе потом уже это все дело приклеивал на модель можно делать так в кипяточек опустили резину она немножко стала помягче потом на деле если вы предполагаете окраску дисков другой цвет у меня в моей машине они были черные поэтому в данном случае мне их не красить в общем то не нужно потому что под слоем грязи и пыли видно ничего не будет белазы очень пыльный и если вы посмотрите фотографии то очень много на них следов эксплуатации они ржавеют очень быстро и скалывается краской перекрашиваются они и так далее то есть машина чистый бывает только с завода но если интересно можете посмотреть есть документальные скажем так кадры люди снимают которые на этих машинах работают как эти машины ездят как они заводятся и так далее и такой белаз не такой 540 его предшественник в москву приехал своим ходом на в днх свое время 70-е годы вот и шокировал людей на улицах москвы тогда потому что огромный грузовик ехал но он приехал на в днх заехал сам на постамент и там стоял чтобы народ мог его наблюдать лишь у нас вот этот небольшой сериалчик будет разбит на 2 серии да я думаю что мы за две части уложены что мы делаем но мы сейчас будем работать с масляными точками которые я как бы не как точки наношу как точки но размываю их не как точки для того чтобы сделать такие линии потеки после чего мы начнем дорабатывать наши сколы делать ржавчину на модели по корпусу и по грузовой платформе вот ну и если мы успеем в этой части мы начнем работу с загрязнениями по ходовой и собственно по кузову в том числе ну что друзья не переключайтесь смотрите нас и сейчас начнется непосредственно работа над данным белаза до работать будем масляными красками это компания миг oil brush это у нас желтенький цвет это белый цвет но уже немножко не белая у меня упаковка но ничего страшного starship field это такой темно-серый и синего к сожалению у меня oil brush и нет но вот у нас есть такая замечательная невская палитра мы будем сегодня использовать ее в качестве синего цвета и начнем мы работу с желтых деталей наносим сначала белый цвет напоминаю что oil brush очень удобен тем что кисточка сразу идет во флаконе и мы просто с вами ставим точечки на модель скажи пожалуйста вот белый цвет ты ставишь везде это имеет значение белый я ставлю в данном случае везде потому что у нас машина гражданская она активно выгорает поэтому здесь у нас такие цвета что можно я правильно понимаю что белые точки они будут имитировать это выгорание краски выгорание да желтый тоже будет имитировать свою часть выгорания поэтому мы этот белый цвет и наносим еще и по корпусу обязательно ну в наиболее так скажем видимых частях желтый цвет мы наносим только естественно в данном случае на желтой части машины его надо меньше его меньше до чем белого на кабине не сделали белый краски и красавиак вот и и и и и и так теперь мы работаем с цветом starship field то такой темно-темно серый оттенок его мы нанесем на крышу крыша у меня белого цвета вот это все как называется колхоз ставил то есть это не заводская окраска сам водитель и не водитель кто угодно это дело меняют красят ну там главное чтобы ничего не упал но тут крыша защищает сама за самосвального кузова прежде всего от таких вещей модель весит целый килограмм до килограмм весит модель но здесь очень много железа сам кузов рама это все металл все остальное пластик то есть конечно модели получаются народе есть нет здесь нет смоленые детали это намекнули а в.д. лёша укращать теперь металл да ну я скажу сразу что на следующий грубил то меня будут одна будет модель с очень большим количеством железа какая не скажу это мой секрет а то сейчас украдут мой секрет и сделают раньше меня есть у меня одна будет модель с железом большим количеством и смолы а вторая модель будет в принципе ну стандартная воды но тоже очень интересный вариант исполнения но тоже не скажу какой так всему уважаемых всему свое время вы слышите что алексей салонев сказал что вы следующему мастер вот этом мастера сборки ну грубил будет я думаю очень скоро даже если вы не рассчитываете его проводить вам придется это сделать потому что лёша готов уже все давно лежит и ждет своего часа ну и также мы добавляем этот цвет немного на кабину на все остальные детали так для разнообразия чтобы это было интересно то есть масляные точки должны усложнить цвет лишь еще раз напомни пожалуйста масляные точки ты наносишь на какую поверхность это но это порядок это легкий глянец то есть такой сатин ну практически да а какой вот используя тамея как всегда 22 ты чем-то его бавил чтобы добиться сатина или нет просто один проход этого лака он не дает глянцевости полный поэтому будет вполне достаточно вот нанесены все эти элементы да еще мы сейчас нанесем синий цвет обязательно на наши голубые элементы это вот как раз эта краска ладога точнее невская палитра прошу прощения масло обычное вот это мы его наносим чуть-чуть потому что если ойл браш он уже разбавлен сразу в тюбике подготовлен то обычное масло это очень густая вещь поэтому здесь мы ее носим немножко чтобы потом не было проблем с ее размытием лишь я тебе конечно могу дать бензину как стали славу попользоваться но мы тебе не буду испытывать у меня тут такая смесь что истребитель полетит на заглядке что там только в этой баночке томиевской уже нет и white spirit но все работает все нормально но может попробуешь вот это в роли хобби а у них что есть вот этот пузырек не пахнущий white spirit для растушевки масляных красок сейчас попробуем будет интересно сразу предупреждаю что пузырек будет грязный после работы кисточкой нальем в отдельную тару а ну хорошо все после того как мы нанесли точки мы можем приступить к их размытию берем плоскую кисточку обмакиваем white spirit и вот который мы сейчас пробуем новый излишки утираем салфетку и легкими движениями начинаем размывать наши нанесенные точки первый проход выполняем без сильного нажима слегка потом к нему возвращаемся если нужно корректируем этот этап ну сама надпись белаз белаз была выполнена краской в олеха серебристый то есть может быть есть я предполагаю набор и фото в травленые где можно сразу табличка будет железная но вот я просто покрасим ее и когда ты это делаешь ты добиваешься подтеков или не не на данном этапе они очень легкие должны получаться то есть еле заметны здесь вот именно маслом не надо этого добиваться ну и если такой еле заметный остается то в принципе этого достаточно да ну здесь имитируем что-то типа выгорания да по моей технологии да потому что технологии работы с маслом множество разных так что здесь уже кто как кому как больше это дело нравится ну что друзья сейчас алексей вот давайте мы крышу продемонстрируем на белом да да на белом вот а потом он все сотрет и покажем результат принципе технологии ясна да все достаточно просто и понятно поэтому здесь кистики полусухая правильно да полусухая вот у нас готова уже и крыша значит как мы нанесли масло я закрыл эти детали лаком одним тонким слоем они у нас сейчас высыхают а мы перейдем к работе с двигателем его необходимо сделать ну побывавшим в боях скажем так то есть он должен приобрести вид мрачный и суровый значит для этого нам понадобится мы начало будем работать пигментом русская земля а там мамик вот номер все хорошо видно на крышечке на упаковке а вот значит и наносим кисточкой сухой просто обычной кистью я наношу на двигатель этот пигмент пока я его ничем не фиксирую то есть я полностью перекрываю им и растирая его по всему двигателю друзья напоминаем технику безопасности при работе пигмента одежда может испачкаться ну вот поэтому да я здесь салфетка очень аккуратно начинаем работать с этим составом да чтобы он у вас никуда не попал значит сами патрубки которые вот из выпускной коллектор все вот это дело выхлопные трубы это потом уже будет делаться отдельно там ржавые у нас пойдут элементы а здесь мы пока просто работаем по самому движку патрубки системы охлаждения вот эти верхние которые к радиатору тоже можно обработать им но и жидкими составами мы сейчас тоже будем обязательно работать значит радиатор сам выполнен у нас здесь такие два мощных вентилятора как в кондиционерах да практически очень похож на кондиционер и вот эту деталь она у нас отдельная и мы сейчас ее тоже обрабатываем точно также пигментом фиксировать будем пигмент не фиксером и white spirit ама сразу жидким составом который у нас идет для двигателя двигателя от этой компании у них есть специальный набор тематически сейчас я вам его покажу очень удобная вещь полезная так что кто работает в такой тематике вам это будет необходимо вот такой есть набор очень хороший это для двигателей здесь идет значит топлива два вида то есть потеки масла потеки топлива и идет грим для двигателя engine грим воду этот состав такой темно-серый эффект но вы могли увидеть ранее мы его много раз использовали вам показывали этот состав он жидкий его мы наносим поверх нашего двигателя обычной кисточкой чтобы потом его размыть есть уже прямо работаем по головкам блока цилиндров не жалеем этого состава по патрубкам схема охлаждения потом мы это все будем размывать радиатор тоже да да точно так же white spirit он проходимся при необходимости пигмент можно будет добавить еще по мере высыхания можно посмотреть если есть ощущение что нужно будет добавить но вот радиатор в принципе да вот пока он блестит сейчас он мокрый высохнет будет матовый естественно да хорошо вообще вот на темных красках это будет конечно но если вспомнить нашу работу с двигателем на королевском тигре мы там делали все по такому же принципу у нас там также как и здесь единственной светлой деталью по сути дела была верхняя только крышка двигателя ну вот а сам двигатель то у нас был достаточно темный поэтому здесь другого варианта к сожалению нет но и в реальности то он в общем достаточно такой грязь там темная потому что там постоянно из него вытекают различные жидкости там масла и так далее вот мы сейчас сюда тоже будем добавлять обязательно эффект но я возьму вайлдеровский дизель да мы на мсте его показывали значит теперь мы берем вот этот вот состав который свежее топливо имитирует значит предварительно я еще добавил вот пигмент сейчас я посыпал на влажные участки по головкам блока цилиндров пигмент русская земля теперь берем кисточку щетина вот такая обрезанная круглая опускаем в этот состав лишнее убираем салфетку и начинаем наносить эффект брызг сначала пробуем на какой-либо поверхности и дальше наносим на двигатель сверху это не значит что здесь брызгало топлива но это вносит некоторое разнообразие загрязнение нашей модели естественно двигатель потом надо будет закрыть матовым лаком чтобы все эти эффекты выглядели как положено вот сейчас конечно он будет у нас несколько блестящим но после высыхания нанесением этого лака все вернется нормальное состояние теперь перейдем к патрубкам которые у нас идут ржавые будем работать эффектами от model lab это сначала 0 7 эффект просто кисточкой мы прокрашиваем выхлопные патрубки следующий оттенок это будет уже посветлее это 0 6 номер это был 0 7 обязательно да надо очень хорошо потому что есть пигмент очень быстро оседает к сожалению поэтому приходится тщательно взбалтывать и сразу прям по этому же составу наносим на деталь немножечко чистого white spirit окопаем на эту детальку чтобы несколько размыть этот эффект вот таким вот образом мы обработали сейчас выхлопные трубы машины сейчас они у нас подсохнут после чего мы закрываем лаком защищаем этот этап и работаем уже с грязью по ходовой части так теперь вот на тех деталях где мы наносили масляные точки закрыли лаком сейчас мы будем работать эффектами ржавчины я сейчас буду наносить их опять же в виде таких точечек а дальше мы будем их немножко размывать в тех местах где у нас наибольшее количество сколов там где у нас появляется ржавчина откуда на танках ржавчина ну на танках может ее и нету а вот на белазе это его родная стихия я просто напомню тем кто к нам присоединился совсем недавно посмотрите обязательно алексей выпуски который он делает танки вы увидите всегда что это нонсенс будет если как бы алексей делает танк с завода я вот честно я не видел ни разу поэтому у него все такое боевое все такое не хочу сказать грязное такое слово но мне не нравится все скажем так находится в эксплуатации ну скажем тогда все в эксплуатации так и этой же самой кистью но можно в принципе взять мне есть специальная фирменная кисточка я вот ее вам показываю на заразе для таких операции это вот такая до разлохмаченная старая кисть ну конечно но сделать ее из новой кисточки церна не составит никакого то есть это надо взять кисть новую можно зубы знать как в рекламе 1 как говорится берете зубную щетку даже наша зубная щетка чистить зубы труднодоступных местах лежит и зубы труднодоступных местах не осталось там уже ничего помню поэтому вам без труда сделайте кисточку не будете чистить труднодоступных местах участки это кистью ты что добиваешь меня и создаю так скажем скопление такой ржавчины вот в тех местах где у нас были сколы нарисованы чиппингом краской и вот сейчас здесь делаю такие участки ржавчины я на у нас скапливается разрастается то есть она у тебя получается такой вот скажем так ты ее методом таким делаешь как будто мелкие 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 да 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 налет так скажем так именно как налет это будет выглядеть то есть она дополняет картину тех сколов которые я знаю похоже на чиппинг но естественно потому что делается кисточкой у которой несколько тонких волосков поэтому она вот но обязательно мы здесь сделаем мы сейчас этот слой нанесем его надо будет опять высушить и закрыть лаком потом нанести другой более светлый тон а потом уже нарисовать еще и ржавые потеки обязательно после всего того что мы тут сделаем в самое главное защищать все слои иначе они будут у вас просто напросто смыты и смысла никакого уже в этом не будет вот такой он уже ржавенький получается сейчас вот эти вот элементы да то есть вот потом уже от этих мест еще будут выведены потеки ржавчины вот здесь же будет естественно топливо разлитая грязь ну в общем все как обычно но мы все это вам продемонстрируем размыли мы нанесенный слой ржавчины вот нас получились вот такие вот участки поля заржавленные первым вот этим слоем это был эффект 07 напоминаю 07 от model lab значит сейчас этот этап у нас высыхает мы его закрываем легким слоем лака и значит по желтому цвету светлая ржавчина будет 06 применяться еще совсем немножко она очень хорошо работает в основном на темных участках и на белом участке тоже будет ее хорошо видно на желтом фоне не очень поэтому фрагментарно а вот на темных и на белом и и сделаем чуть побольше и потом уже будем формировать потеки сейчас точно то же самое мы будем выполнять по кузову самосвала те же самые операции тоже 07 эффектом да он очень сильно подвергается этому ржавлению поэтому здесь мы еще даже применим наверное 08 эффект это темная ржавчина совсем то есть но на самосвале на самом кузове мы можем не дожидаться высыхание из-за закрывания лака то есть мы будем одновременно работать всеми эффектами потому что здесь интенсивно размывать и как раз эти переходы они тут будут нам очень важны и нужны поэтому сейчас мы просто ставим точки лишь у него желание наполнить дело в том что можно нужны камни надо будет подобрать камни подходящие обычную щебенку даже с улицы немножко с ней поработать в плане вот в предательном и масштабной да я думаю что можно будет потом в дальнейшем положить сюда породу потому что понятно что он работал в карьерах он такие грузы как песочек не возит вот поэтому я боюсь дача да только на какую-нибудь большую дачу на государстве кузова очень так беспощадно обдираются это и понятно потому что камни породу загружают карьерные экскаваторы если кто видел это очень огромные такие машины и там никто не смотрит аккуратно он поднес неаккуратно иногда задевает поэтому собственно этот козырек и сделан был на самых старых самосвалах советских его еще не было это он появился видать благодаря тому мы не благодаря из-за того что упала что-то на кабину стали делать эту защиту это необходимая вещь но я тебе хочу сказать вот этот кузов который ты держишь очень так живо смотрится как будто это и правда это от машины взял уменьшил ну да вот то есть мы здесь тоже самое сейчас будем делать этим цветом вот здесь мы будем уже защищать внешнюю сторону внутри нет внутри сейчас мы сделаем все так в хаотичном порядке а снаружи мы будем потом проработать напомним далее что это кузов он железный он реально железный поэтому модели весит килограмм не знаю почему решили сделать его железным это только добавляет веса машине может побоялись что пластиковая деталь будет поведенная не знаю стали всего поэтому да наверняка а может быть эта традиция дай каста мы же с вами знаем что 43 то это ведь масштаб коллекционеров друзья вы напишите в комментариях что вы думаете по этому поводу поскольку поправите на самом откроете глаза на что поскольку масштаб коллекционный дату вес должен быть тоже раз у нас самосвал тяжелый соответственно и какая-то имитация его веса должна быть ну вот сейчас я просто ставлю выглядит конечно сейчас это непотребно страшно до безобразно отвратительно такая палитра детские вот хорошо что не пол-литра детская нет такого не было в определенных мультфильмах показывают ну вот значит и вот мы сейчас это дело здесь нам наносим темные потом сейчас я нанесу светлый а дальше мы вооружаемся спонжем это похоже на камуфляж кстати можно так и оставить чтобы и нет такой вот где-нибудь в африку прислали и сделали гантрак из него алмазы краденый африканский так и сейчас добавляем сюда светлую ну практически фактически да фактически да я но этот слой мы потом будем закрывать лаком почему потому что дальше мы же будем выполнять загрязнения тут все-таки от камней летит всякая разная пыль поэтому здесь нам без этого не обойтись никак значит а теперь знаменитой кисточкой вы свои спирита мы размываем нанесенный состав ранее до по модели подготавливаем для работы спонжем сегодня у нас спонж другой немножко чем обычно но это в данном случае не страшно и начинаем спонжем обрабатывать всю эту поверхность лёша проливки будут естественно до смывка будет потом в конце обязательно смывку мы сделаем и делаешь как бы основу да да вот сейчас мы поработали спонжем у нас получилось вот такая мелкая мелкая как бы ржавчинка мы можем на некоторых панелях и и побольше размыть то есть показать неоднородность ржавление старение и сразу спонжем обрабатываем вот это то что у нас получилось на крыше ну что друзья в принципе метод понятен сейчас алексей не очень удобно это делать на камеру ну вам не видно да мне придется делать так тогда я не увижу то есть я показал на видимом участке сейчас я обработаю остальные подобным образом и уже потом мы вам покажем целостную картину как это выглядит будет и так сейчас мы закончили наносить ржавчину на кузов машины это не не весь еще скажем так ее комплект еще будут светлые тона сюда добавлено сейчас этот этап закрыт глянцевым лаком промежуточным слоем техническим для защиты нанесенных эффектов сюда мы еще добавим по верхнему краю некоторые места выделим более светлым оттенком вот а уже потом закрыв его мы будем прорабатывать загрязнение грузовой платформы там и вот он 22 лак глянцевый вот этим вот лаком как техническим я закрываю на промежуточном этапе дальнейшие действия лир какие сейчас мы нанесем светлые тона на корпус машины сюда нанесем светлые пятна и на этом и на сегодня закончим работу с этой моделью так теперь берем моду лап 0 6 номер и работаем тонкой кистью рисуем потеки участия нарисовала недостаточно широкий но я их буду размывать кисточка я покажу как и какой то же самое мы делаем по остальным деталям это можно сделать по по желтым нашим деталям из тех местах где у нас могут они образовываться ну то есть вот такие полосы прорисовываем от поручни можно выводить их и от мест где у нас скапливается ржавчина и так мы закончили наносить светлые тона ржавчины вот на грузовой платформе это хорошо видно сейчас она уже подсыхает а вот окончательно и мы потом это закроем защитным слоем лака а вот для дальнейшей работы по кузову то же самое было сделано по бортам светлая ржавчина нанесена на борта машины вот и такая же работа была проведена по нашей вот этой палубе с капотом вместе с крышей и с кабиной светлые тона ржавчины были сделаны для того чтобы ее несколько разнообразить у нас целая серия еще до ливка впереди конечно будет дальше смывка дальше будут загрязнение походовой его двигатель был еще доработана еще немножко пигментом и добавлены еще раз жидкость свежая топлива чтобы он у нас уже обрел такой запыленный уставший вид как у настоящего мотора вот так вот дорогие друзья так что вот на этом этапе мы сегодня заканчиваем работу с модели впереди еще у нас одна серия уже завершающий этап но там будет тоже много работы поэтому будет много интересного ну что уважаемые друзья не переключайтесь обязательно смотрите наши серии ставьте лайки и хочу выразить большое спасибо тем людям которые нам помогают ведь некоторые проекты существуют только благодаря вам ссылочки будут в описании если есть такое рвение помочь нам пожалуйста мы будем только вам очень признательно основе было а я в студия алексей соловьев всем пока стройте модели до новых встреч до r и